рано или поздно все точки над «и» будут расставлены. Рано или поздно все получат по заслугам, включая путинских пособников терроризма. И это утверждение лучше всего воплощает в жизнь турецкий президент Раджеп Эрдоган. Он превселюдно превращает в пыль иллюзорное величие российской карлицы, показывая Путину, что такое настоящая военная мощь. Сначала в Сирии, а теперь и на просторах Ливии. Вторая по силе армия НАТО очищает землю от наемников из РФ и местных террористов. И пока глава ОПГ озера трясется от страха в своем бункере, настоящие лидеры развивают успех. Именно так можно назвать событие, новости о котором пришли к нам из Ливии. Там правительственные войска при поддержке турецкой авиации захватили оплот ренегатов-отступников, долгое время служивший основной базой российских наемников Вагнера. Боевики сдали авиабазу «Альватия», оставив в качестве презента десятки единиц техники и склады боеприпасов. Среди трофейной техники солдаты правительства национального согласия нашли настоящий хит сезона – российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Оказалось, вояки генерала Хафтара так спешили убраться с авиабазы, что забыли прихватить с собой подарки Путина. В итоге ЗРК с минимальным повреждением стал легкой добычей протурецких войск. Последние несколько дней беспилотники Анкары активно превращали позиции боевиков в пыль. Террористы держались из последних сил, но 16 мая наступил переломный момент. Приложив огромные усилия для транспортировки на военную базу двух единиц ЗРК «Панцирь», вояки Хафтара и наемники из ЧВК «Вагнер» с горем пополам добрались до заданной точки. Каково же было их удивление, когда сразу после доставки техники на территорию «Альватии» по вечно дремлющим системам открыли огонь небесные фурии Эрдогана. Парочка высокоточных бомб перечеркнула все усилия террористов, отчетливо продемонстрировав, что им нигде нет спасения от ударных дронов Анкары. После этого настроение у поклонников месье Путина упало ниже плинтуса, и они осознали всю безвыходность ситуации. Дальше было стремительное наступление правительственных войск и сверкание пяток хафторовских шалопаев. Причем перед ними бежали бравые российские вояки, которые носят на правой ягодице портрет любимого вождя. Говорят, именно он придает им скорости во время крысиного бегства с занятых позиций. Что касается трофейной техники, захваченной представителями львийско-турецкой коалиции, то здесь все прошло по классике. Галадранцы генерала-отступника владеют оборудованием на уровне пещерных людей и при приближении опасности бросают все, что мешает ему носить ноги с захваченной территории. Джипы, бронемашины, остатки авиационной техники и тот самый панцирь – все это досталось правительственным войскам. Отдельно стоит отметить большие запасы боеприпасов, обнаруженные на территории авиабазы. Теперь они пойдут в дело, против наемников Вагнера и фанатиков Хафтера. Закономерный круговорот боеприпасов в природе, так сказать. С падением Аль-Ватии для путинского ставленника наступают поистине тяжелые времена. У буйно помешанного генерала теперь масса причин для невроза. Во-первых, с захватом этих позиций все внимание турецкой авиации переключится на западный оплот террористов – город Тархуна. Кроме того, удастся направить дополнительные силы на линию фронта, расположенную вблизи Триполи. Что касается самой авиабазы Аль-Ватия, то, по мнению экспертов, Турция в дальнейшем намерена использовать ее в качестве точки базирования своих сил. Этот плацдарм позволит установить полный контроль над воздушным пространством. К чему приводит доминирование турецких сил в небе, мы уже могли увидеть на примере Сирии и западных просторов Ливии. Развивая тему с захваченным ЗРК «Панцирь», стоит отметить, что одновременно с появлением трофейной техники в распоряжении правительственных войск, турецкие беспилотники уничтожили еще одну систему российского производства. В этот раз утилизации подверглась установка, находившаяся в Южном Сирте. Похоже, утро у солдат Эрдогана начинается не с кофе, а с ликвидации ЗРК «Панцирь». Расфуфыренная российская система ПВО стала символом позора и поражения. С такими темпами запасы мишеней в виде зенитно-ракетных комплексов в Ливии закончатся через неделю-другую, и турецким беспилотникам придется летать в Москву, чтобы записать на свой счет утилизацию очередного хлама. Остается только надеяться, что россияне догадаются прикрыть этими системами вход в один хорошо известный бункер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok